Как проходит установка новых детских площадок? Мэр Даугавпилса Яни Слачплисис вместе со специалистами предприятия Лабекарта Ушанаде проверил ход работ на некоторых объектах. Европейские стандарты предусматривают не только строгие параметры всех игровых элементов, но и правила их установки, чтобы все было закреплено надежно. Сначала грунт снимают, затем насыпают слой гравия, песка, бетонируют и последним на этой площадке на улице Чекуру уложат пружинящее резиновое покрытие. Вам нужна здесь детская площадка? Да, нужна детская площадка. В другом доме тоже есть площадка, но она уже подальше, чтобы детям было ближе, куда ходить. Я смотрю, и спортивные какие-то снаряды ставят. Как вы думаете, будут желающие заниматься? Я думаю, да, потому что детки побольше есть с возрастом, которым 12 лет, 13 лет, и будет очень хорошо. По программе модернизации в городе появится 11 новых мест для отдыха детей во всех микрорайонах города. На эти цели самоуправление потратило около 60 тысяч евро. К середине мая все детские площадки уже будут готовы. Сейчас уже почти половина их установлено из запланированных. Осталось совсем немного. К сожалению, не удалось с первого раза произвести закупку оборудования на детскую площадку в Центральном парке. Стоимость этого проекта около 300 тысяч евро. Старое оборудование уже пришло в негодность. По проекту здесь будет установлено более 20 игровых элементов. Внизу прорезиненное покрытие. Конкурс на закупку оборудования продлится до 15 мая. Планируется открыть площадку в июле. Работ по благоустройству территории города, по устройству зон отдыха, по ремонту и созданию новых детских площадок на этот год запланировано много. Время пролетит быстро, и если не начинать действовать сейчас, то можем и не успеть. Я посмотрел, что наши службы отреагировали своевременно и думают, что запланированные все задачи будут решены. Теперь в городе насчитывается около 200 детских площадок. Продолжение следует...